так пошла запись в общем сегодня 29 сентября 2020 года с вами майкер и постараюсь я это историческое событие не пропустить историческое событие это запуск warcraft 3 рефоржет столько лет прошло столько лет прошло и мы ждем когда в 2 часа ночи по московскому времени стартанет игра я уже скачали 20 там 9 гигабайт есть соответствующая новость о том что батл нет не работает и до батланет не рабы мы бы сейчас играли в фашечку но варик старый давайте продемонстрируем ой что нет я уже думал близ и взяли просто удалили старый варкавт с моего компа гады го почитаем предысторию к событиям warcraft 3 зачем начало так многие гигабайт там новые синематики новые текстуры варкафт выглядит совсем по-другому ну и поиграем обязательно сегодня начнем компанию посмотрим почему варик он реально теперь уже не будет запускаться да все слушайте старый варкрафт уже не фурочет фанни 2009 гритм доброй ночи майкер завтра ставить 7 утра но есть так но такое пропускать нельзя спасибо тебе за стрим согласен согласен самое лучшее что можно было сделать это бросить pubg во время по поводу выхода варкафт 3 рефоржет что время ограничено и понятно где хорошая игра где не очень а что андердек а что делать конечно компанию играть там же новая озвучка будет которую в некоторых местах хейтили там же будет будут новые синематики обещали добавить еще три компании которые были в бетке то ли фрозентрона то ли то ли кажется фрозентрона короче нас ждет много нового контента осталось только дождаться ждут нас еще некра рахнида вот такой тартос стрёмный очень давайте посмотрим видосики пока у на урна урчу лейт дым тать без people of all been inside it they may look fine now but it's just a matter of time before they turn into the undead this entire city must be purge what how can you even consider that there's got to be some other way damn it uther as your future king король я приведу приказываю тебе у каждого героя свой путь каждого злодея свой путь у каждого спасителя своя цель пах эпична эпична резня джейна чайна i'm sorry arthur's i can't watch you do this о какая в 2018 году этот ролик был еще сделан серьезно да нет подождите ребят я не могу просто я я должен сказать я должен остановиться на этом моменте опять потому что игра должна была выйти в 2019 году нам обещали что она выйдет до 31 декабря 2019 года и после этого открыли предзаказ мы предзаказали и нас обманули игру перенесли правда на месяц но когда появилась первая бетка уже было понятно что слишком сыро либо выпускать совсем сырую игру либо дополировать вот мы занимались полировкой помните когда там ни черта не работало так youtube чек стартаните стартуем будем проходить кампанию несмотря на то что давеча проходили кампанию в оригинальной игре но это было осознанно сделано потому что поменяется все поменяется графика поменяется озвучка и добавится новый контент а учитывая что память у меня девичья я ощущение помню что было там в компании роков тфт потому что проходил некоторые миссии вообще где-то в 2003-м четвертом году как только они там выходили вот и ждем играл в оригинал году 2010 осознанно в глубоком детстве к сожалению руки не позволяет играть в ртс и хочется да мне тоже руки не позволяет уже играть запускай говорит квин как но пока еще нельзя перезайди battle.net а уже типа можно что 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 б-б-б-б-б-б battle.net что еще же 15 минут да ладно загружаю поехали 18 лет прошло с том момент когда бетку варкафт даже 19 лет прошел из компьютерного клуба питерского максим мы никогда не верили в древние пророчества всю жизнь мы слепо ненавидели тех на кого указали отцы и деды есть материалы как режиссировали первый ролик смешно конечно недалеко от офиса близов один орка играл это было кажется самый первый ролик в варкрафта синематик самый первый с этого все началось пока небеса не озарились огнем и не явился новый враг инферналы падают аааааааа ложись ах ты ищи Наш мир На грани уничтожения Настало время хаоса Я не могу Так Хорошо, пожалуйста Не вылетай, не лагай Фух Blizzard Entertainment 2020 год Все права защищены Ошибка подключения к каналу Давайте сразу Join Join Клан ГГ Неизвестная команда Join полную Клан ГГ Есть Я здесь Ну что, давайте Быстренько пробежимся По настройкам Вдруг что поменяли Полный экран Вертикально Высокая, высокая, высокая Максимальная Чуть-чуть Потише звуки Чуть-чуть Потому что Кажется, что Громковато Субтитры Не нужны Потому что Ну зачем Скорость Проткрутки Специально не буду делать Чтобы Нет Хладно Все Ходкейм менять не будем Автосохранение повторов Перевязать учетную запись Видите, кнопочка есть Сохраняем Коллекция Это портретики А-а-а Да, женские портреты И Дим Хентеров И «Рыцари Смерти» Базовые портреты Я Виспа сразу беру О, ну привет Опять работа Боб разошел Еее Nacional Ну что, компания Серьезно, поехали Так, исход орды Пролог Оформление какое-то Непривычное О, три уровня сложности Три уровня сложности А в оригинальной версии обычная и высокая Скатываемся потихонечку в казуалочку Низкая вы почти не играли в стратегии Или играете впервые Ну, нет У вас есть некоторый опыт игры в стратегии Определенно рекомендуется только тем, кто давно играет в Warcraft Пожалуй Я подхожу под это описание Поехали Ой, блин Такая У меня улдскулы сводит просто Время ускоряет свой бег Сын Дуротана Ой, переделанный этот синематик шикарный Сейчас на ворона посмотрю Видите? Отзывается голосами войны Земля Испещренная шрамами прошлого Готовится к новому противостоянию Что-то как-то мне разрывает экран Видели там? Это синематик Это некачественный рендер, кстати Ладно, не ваше Причем они не пересняли его Они просто реально как-то разрешение увеличили Может там как-то искусным интеллектом четкость Сейчас же много алгоритмов Которые повышают качество Герои принимают вызов судьбы И ведут свои войска в бой Вы вспомните, какие тут пиксели были просто Пиксели-пиксели И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели И озвучка другая Пылающая тень грозит поглотить нас всех Теперь что там? Собери орду И поведи свой народ Тропой судьбы Я за эльфу сыграю Так, молодой трал, молодой вождь Снятся кошмары Найди меня Я всю ночь буду играть Пока жена не придет Ой, класс Глава первая Погоня за видением Где-то посреди нагорья Орать И молодой вождь орды Трал проснулся Увидев тревожный сон Нажмите любую клавишу Четко Что за странный сон? Этой плашки нет Больше свободного места Больше похоже Красиво Это не сон, юный вождь Это видение Следуй за мной И узнаешь Какая судьба Уготована тебе Не знаю Что все это значит Но мне интересно Поехали Как же хорошо Что я проходил Хорошо Похоже Вам не терпится Отправиться в путь Да Но сначала Научитесь отдавать Тралу приказы Не понял Прикажите Тралу Следовать к находящемуся Неподалеку знамени Для этого Щелкните по кнопке Двигаться В правом нижнем углу экрана А затем По знамени Так Поехали Короче Замечательно Тем не менее До лагеря орков Еще далеко Как скажешь Прекрасно Спасибо Мы почти на месте Обратите внимание На что? Черная область Уменьшается По мере продвижения Тралу Так Подсказками Местоположение вашего героя Его цели отображаются На миникарте В левом нижнем углу экрана Да Выберите Тралу И прикажите ему Следовать к знамени В центре Локтар Локтар Вождь Мы ждем Твоих приказаний Гран-ши Чтобы Теперь Когда вы выбрали отряд Прикажите ему Двигаться К следующему знамени Ё-моё Зак-зак Чего прикажешь? Лицевая анимация Добавлен Да Пора за дело Не, я конечно Рассматривал всех юнитов Всех героев Когда Бэтк был Чего прикажешь? Я Вождь Но я буду еще Рассматривать Духи неспокойны Готовьтесь к бою У них модели в игре Да-да-да Модели в игре Чтобы приказать воинам Вступить в бой Выберите их И щелкните сначала По кнопке Атаковать А затем По гнолу Ребят, я пока справляюсь Все в порядке Это был всего лишь разведчик Похоже Впереди их лагерь Прикажите вашим воинам Напасть на вражеский лагерь Для этого Выберите их И щелкните сначала По кнопке Атаковать А затем по земле В центре лагеря гнолов Проходим обучение Друзья Если вдруг Вы пропустили Через атаку Можно Духи неспокойны Я Вождь Сколько у нас ППС, кстати Парад Задела Конфиг при этом 20-80 Ну, там По полной программе Все Я Вождь Да Стандартная Неофисная Конфигурация Мне кажется Что звуки стали Опять громче Значительно Громковато Громковато Лавлап как в Диабло Точно Лавлап как в Диабло Я чувствую Что-то напоминает Мы видели в реке Стаю Мурлоков Мурлоки Превосходные мишени Для вашей Новой способности Чтобы Трал Применил ее Щелкните сначала По кнопке Цепная молния А затем По одному Из Мурлоков Есть какой-то Дефект У этого человека Который подсказывает Блин Молния Как будто Локригар Ногал Что-то есть Что-то Какой-то акцент Иногда А это стример Убитых врагов Появляются Сундуки Это хорошая идея В этом сундуке Было зелье маны Весьма полезная вещь Обратите внимание Что ваша Находка Занимает Одну из ячейк Инвентаря Расположенных В центре Нижней части Экрана Действительно Инвентарь С помощью этого зелья Можно пополнить Запас маны Магической энергии Вашего героя Мана Расходуется На применение Способностей Например Цепной молнии Хозяин Лизы же делали Периодически Такие вещи Дого на счастлива Приглашали На озвучку И вовервочи Кажется Такая тема была И вове Наверняка Была тоже Волчий вой Знак наступления ночи Наступает ночь Войны Будьте на чеку Так Днем Ваши войска Видят Дальше Чем ночи Я вождь Блин У меня Смешанные Ощущения Но позитивные Конечно Я Вождь Собираем Лечебные Лечебные Зелья Сила И честь Огр Хорошо Что он Спит Иначе Нам Пришлось Бы Туго Огро 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 Ну, у меня, видимо, перегрев не тянет. Ну, такое у меня уже было, на самом деле, потому что я сейчас видяху взял у нашего замечательного товарища, который уехал отдыхать на месяц, вот, и, судя по всему, мой БП не вытаскивает. Блин. Ладно, сейчас снизим немножечко настройки и поехали. Все, да. Сейчас мне еще все будет запускаться. Алло. Привычка. Автоматически дискорд зашли. Так. Хорошо. Хорошо. Чтобы снизить... Я допускаю, что это из-за нагрузки на... Можно было ограничить, кстати, фпс. Возможно, он пытался выжить больше, чем... А можно не альтабиться? Давайте. Среднее, среднее. На самом деле, разница не сильно большая. Да и играть в... На максималках вряд ли кто на старте будет, потому что... Ну, по крайней мере, в мультиплеер. Аммм... Заодно можно проверить автосейвы в компании. Во! Ну, хотя нет, нет никакой... Никакого сейва. Внутри игры посмотрим. Там вроде было, типа, достигнута контрольная точка. Я подумал, что в этот момент произошел сейв. Скорее всего, нет. Классно. Эмм... Пам-пам-пам-пам. Во! Есть. Похоже, есть сейв. Название Chasing Visions. Как раз погоня за видением. Вторая часть. Где-то в центре карты мы, скорее всего, с вами сохранились. Да. Волчий вой. Знак наступления ночи. Нет! Наступает ночь. Войны. Будьте на чеку. Да я подумал, что сейчас опять не будет. Я вождь. Что-то про инвентарь рассказывать. Про муру. Хорошо. Духи неспокойны. Мдабу. Кстати, заметили Pathfinding такой же, как... А, нет. Это просто приказ. Сохранение боевого порядка. Обязательно выключайте сохранение боевого порядка. Оно у вас... Хорошо, что он спит. Иначе нам пришлось бы туго. У Грантов, кстати, в отличие от Орик... Ну, старой компании. Нормальные статы актуальные, которые в текущем патче. Это у них там было странное количество ХП и низкий урон. Духи неспокойны. Я вождь Голем. Осторожно, воины. Эти создания по ночам не спят. Угу. Где полоска КП? Пора за дело. Я думаю, что как раз в компании полоску на постоянку лучше не отображать. Очень много шума создает визуально. Пора за дело. Сила и честь. Духи неспокойны. Пора за дело. Големчики очень слабенькие. Духи неспокойны. Замечательно. Магическое кольцо – весьма полезное приобретение. В зависимости от свойств, кольца улучшают характеристики героя, который их носит. Да. Действительно, кольца у нас будут самые разнообразные. И на лошадь, и на силу, и на защиту. Духи неспокойны. Лесные тролли. До сих пор не верится, что когда-то они тоже были частью Орды. Угу. Мне кажется, у меня снова звуки. Извините. То есть они… А-а-а. Не, давай-ка еще поменьше. Довольно сильно орут. Хорошо. Я слышу относительно себя, как оно звучит. Довольно громко. Не так задело. Я – вождь. Медицинский трактат. Книжечки, как видите. Удача. В сундуке хранился магический фолиант. Прочитав его, Тралл получит постоянный бонус. Духи неспокойны. Так вот о фолиантах. Они в рефорде стали значительно менее заметными, к сожалению. Я – вождь. Это еще поправимо, конечно. Но… Их все реже и реже начинают брать даже на про уровни, просто потому что не замечают. А вот и Пророк. Хорошо, справились. Да? Да. Красиво. Приветствую тебя, сын Дуротана. Я знал, что ты сумеешь найти путь ко мне. Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое, юный вождь, и о тебе, и о твоем народе. Кто я сейчас – не важно. Важно лишь то, что ты должен как можно скорее собрать всех орков и покинуть эти земли. Покинуть? Что происходит, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился, стал другим. Знай. Я видел будущее. Видел пылающую тень, которая надвигается на этот мир и жаждет поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение? Демоны возвращаются. Да. И лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у вас будет шанс устоять против них. Но разве мы… Когда придет время, я отвечу на все твои вопросы, юный вождь. А сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Хорошо. Бред безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему. Там Z Builder говорит, можно чай? Паузу, я чаю налил. Как же тут. Продолжаем. Ох, смотрите. Победа героя, убита, войска, счет. А, еще время показывает, естественно. И греются орки у костра. Хорошая тема. Поехали дальше. Всем доброй ночи, друзья. Только что вышла рефорж. Ну, как, что 20 минут, там, полчасика назад. Ищупаем компанию. Глава вторая. Отплытие. Три дня спустя на побережье Лордерона. Прошло уже три дня. Этот пророк так и не объявился. Хм. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили в путь по твоему приказу. Но им нужно время, чтобы добраться сюда. Разобьем лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Будет сделано, Вождь. Воин, ты не встречал громаш Адского Крика? Клан Песни Войны уже давно должен был прибыть сюда. Нет, Вождь. От Адского Крика давно не было вестей. Проклятие. Куда же он подевался? Хм. Пешком идет, смотрите. А, и перешел на голуб. Так, у нас задача обустройте земля... Постройте землянку... Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в журнал была добавлена новая запись. Щелкнув по кнопке задачи, вы сможете прочесть описание текущих задач. Так. Хорошо. Михаил, собрались. Приказ добывать золото, батрак начнет автоматически курсировать между рудником и ближайшим домом вождей. Вот вам еще несколько батраков. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на тот же... Нам нужно больше золота. Так, а можно подсказки отменить? Запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Он растет по мере того, как батраки переносят добытое золото в дом вождей. Обучение занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, вы увидите в середине нижней части экрана индикатор, отображающий прогресс обучения. Я вождь. Готов вкалывать. Вы указали точку сбора, в которую будут автоматически следовать все войска, обученные в этом здании. Чтобы указать точку сбора, выберите здание, в котором можно обучать войска и щелкните правой кнопкой в нужном месте. Войны. Чего надо, хозяин? Здесь нельзя строить. С удовольствием. Так. По мере роста населения вам нужно строить дополнительные землянки. Они обеспечивают ваш... Щелкните по кнопке построить... Сейчас я попытаюсь как можно быстрее затыкать подсказки, потому что... Что там нам нужно? Рассказчик, подсказка, обучение, задачи. Пять рубак. Пять рубак. Землянка, лесопилка, казарма. Окей. Землянка. Правильно расположенная лесопилка может повысить... Я понял, я понял. Чтобы запас древесины пополнялся быстрее, обучите еще нескольких батраков и отправьте их рубить лес. Так. Ну, задача простая. Я вождь. Понятно. Пойдем пока на разведку. Духи неспокойны. Я вождь. Так, хорошо. Хорошо. Осматриваемся. Гнольчики. Я вождь. Готов вкалывать. Готов вкалывать. Нам нужно больше золота. Нам нужно больше золота. Заказываем гранта первого. Попутно осматриваемся, что у нас тут вокруг. Постройте землянку, поставьте лесопилку, обучите пять рубак. Лесопилка достраивается. Продолжайте обучать рубак, пока задача не будет выполнена. С удовольствием. Нам нужно больше золота. Нам нужно больше золота. Так. Эммм. Может быть не стоит лезть на... Какая разница. Откайтим спокойненько все. Выманим. Работа сделана. Макригар нога. Можно еще заказать барак один. Лесопилка позволяет исследовать улучшения для ваших войск. Выберите лесопилку, чтобы... Нам нужно больше золота. Так, улучшения увидели, посмотрели. Улучшения появляются на панели приказов лесопилки. Щелкните по кнопке. Нам нужно больше золота. Щелкаем по кнопке, проходим обучение дальше. Не, может быть я зря проходные миссии, конечно, про... Но... Но это надо. Надо, чтобы... Зачем-то это надо. Заказываем еще одного гранта. Собираем свиток исцеления и ломаем хижину гнолов. А? Пам-пам-пам-пам-пам. Никто не уйдет. Осталось где-то еще двух... Грунцеров обучить. Здесь вроде бы тупик. Тут похоже что-то тоже. И заказываем последнего гранта. Видите, три из пяти. А тут мост, который мы перейти пока не можем. Но это, скорее всего, скриптовая штука. Кажется, если мы грантов сделаем, то потом... Все само решится. А пока... Заказывай, Грей. Моя жизнь не надлежит арте. Моя жизнь не надлежит арте. Сила и честь. Чего прикажешь? Есть. Задача выполнена. Хозяин? Пальто поддержал. Говорит, потыкай в тралах. Можно, кстати, да, потыкать. О-о-о-о. Капитан. Смотрите, какого капитана. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас же, мы сохраним вам жизнь. Помните капитана? На нем лица не было видно из-за... Вождь, они говорят, что захватили в плен одного из наших командиров. Может, это Громаш? Надеюсь, что нет. Но если они взяли в плен адского крика, я заставлю их об этом пожалеть. Локтор Огар! Вперед, воины! Оттесним людей! Поехали дальше. Две вышки довольно... Сильно помогают нам разобраться с этой... кучкой... непонятных людей. И часть. Хмм... Четверть уровень получен. Жалкие людишки уничтожены. Переведите тралла и его отряд через мост и найди тигра Маша. Ага. Обязательно. Строй боров, потому что хватает. Хмм... Исследование завершено. Сейчас, друзья, я сделаю лёгкую паузу. Открою. Открою, соответственно. Мне неудобно без чатика. Мне, чтобы вывести, нужно его... Чтобы видеть точнее. Мне нужно его по-хитрому вывести. Теперь я буду оперативно смотреть, что вы пишете. Ох! Начало третьего ночи. Играем в Варкрафт. Ндабу. Картинка очень приятная. Хмм... Хорошо. Столько времени прошло, конечно. Там поколение движков сменились. Компы стали. Варик же первый. У него системные требования. Типа... Какой там древний атлон? Или корд в аду вообще? Ну, если брать интеловские працы. Рекомендуемые требования, кажется, были типа... Третий пенсион. Столько всего изменилось за это время. Так, овечка. Броня средняя. Не узнается вообще средняя броня. Тяжелая, похоже, геройская. Так и геройская защита тоже, конечно же, узнаются. А вот средняя как-то непривычно. Да, я помню, что на сереньке я такой щит, но как-то... Хмм... Непривычно. Непривычно. Ндабу. Стревятник летает. Сила и честь. Давайте освободим. Ндабу. Хозяин. Ха. Ха. Да. Да. Получили следующий уровень. Не хочу брать форсайт. Моя жизнь. Мягко говоря, не очень полезный. Хорошо. И есть ящики любимые ваши. Сейчас будем разбивать. Хм... Хозяин? Какой еще Core 2 Duo в 95-ом? В каком 95-ом? Он же в 2002-ом вышел. Третьего пня еще вроде не было. 95-ый это... Первые пенсиумы. 486-ый. Там был переходный момент. И честь. Именно на Новый год, 95-ый, мы обнаружили с братом на кровати. Хм... 486-ой. Наш первый персональный компьютер. Сила и честь. Там был сонбластер, карты, 13-ти дюймовый или 11-ти дюймовый монитор. Хорошо. Фирмы Smile, как сейчас помню. Сила и честь. У меня послышалось, говорит, первый варик, извините. Не прости. Ооо... Шаман. Эти маги сражаются в дальнем бою, владеют рассевеиванием маги, замедляющим передвижение врагов. Ну и они еще же снимают заклинания негативные, наносят урон вызванным существам. Ну, кто такие? Приказывай. Тут написано в детальной пренавидении. На волос крока! Хорошо. Да, вождь. Побежали. Сила и честь. Может приближать? Хорошо. Чтобы еще красивее было. Приказывай. Стрелки тренируются, смотрите, ну басы. Сила и честь. Да, вождь. Хм... Так, еще ящики. Ящики так органично здесь смотрятся. Никто не уйдет. Можно легко пропустить и не разрушиться. А может это у меня просто... Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать способности каждого. Возможно. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого мага по отдельности. Как было в первом StarCrafts. Обратите внимание, выбранным бойцам соответствует маленький портрет в середине нижней части экрана. Один из портретов выделен желтой рамкой, которая обозначает текущую активную подгруппу. Переключаться между подгруппами можно с помощью клавиши P, или щелкая левой кнопкой по необозначенным желтой рамкой портретом. При активации подгруппы ее способности отображаются на панели приказов. В Пролог завезли, говорят, третью миссию. Солдаты левши. Это, кстати, старенькая тема. В оригинале тоже. Так, рыцари впереди. Мы их рассматривали уже. Вперед! Боюем! Ого, первая глава с демки Рока? Да, 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 да. Самая первая миссия. Хозяин? Обучалка. Сила и честь. Вождь. Мы нашли Громаша. Но место, где его держат, окружено сторожевыми башнями. Так уничтожьте их. Нужно освободить адского крика. Орки простые, видите. А, нет, 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 нет. Хорошо. Очень грамотный ИИ стреляет по битым юнитам. Очень грамотный. И ретаргет здесь не будет работать, скорее всего. Спасаем. Как можем. Ничто не уйдет. Чего прикажем? Да, вышка переключается на одного, то на другого. Основная задача выполнена. Спасите Громаша. Ох, там столько еще приключаться с Громашем предстоит. М-м-м. 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 О-о-о. Громаш, ты в порядке? Блэдмастер, смотрите, какая-то. В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Забудь об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то. Идем. У меня есть идея. Ха-ха-ха. Мы могли бы одолжить корабли у людей. Ха-ха-ха. Согласен. Но сперва нужно дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь, юный трал. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Оселили следующую миссию. Идем дальше. Так. Судьбоносный шторм. Трал и его спутники отплыли в Калимдор на угнанных кораблях. Но в открытом море их внезапно настигла сильная буря. Чтобы избежать потери флота, трал приказал высадиться и переждать бурю на одиноком острове. Так, кстати, оказавшимся поблизости. Не помню. Неужели вот это та самая глава, которой не было? Разбирают лодки. А, нет, выгружают просто из лодки. Повезло нам, что мы нашли эту бухту. Не было этого. Иначе мы бы вряд ли пережили бурю. Не было. Вождь, мы потеряли половину флота. Оставшиеся корабли сильно повреждены. Тогда разобьем тут лагерь. Кажется, мы на этом острове надолго. Вождь, я чувствую какую-то странную магию. Хммм. Вот источник этой магии. За нами следят. Это вы. Сен-Джин. Вы являлись мне в видениях. Я запомнил тебя, предсказатель. Или это мой старческий разум шалит? Этот тролль явно пересидел на острове. Мы не твой вымысел, старик. Меня зовут Трал. А я Сен-Джин. Главный у троллей. Раньше на острове были только мы. Но недавно тут разбил лагерь Альянс. Вам лучше быть на чеку. Альянс? Да, да. Они охотятся на нас днем и ночью. Их патрулиры ищут по всей округе. Скоро они и вас найдут. В ТФТ была дубкомпания от Близов. Нет, мы найдем их первыми. Нельзя, чтобы их патрули доложили о нас на заставе. Лактар, братья! Вперед! Так, что за задача? Удачи, друг. Сейчас меня ждут важные дела. Но скоро мы увидимся вновь. Итак, к нам присоединяются тролли. На базе. Ага. Катапульта, да? Давайте сразу пробьем ящики. Чего хочешь. Построим лесопилку. Хорошо. Еще одна зелье маны. И так, вычтожьте фортпост альянса. А фортпост альянса находится здесь, да? Хм. Привет, дружище. Сянджин говорит, ты поможешь нам разобраться с альянсом. Ага. Тут еще одна проблемка. Раньше вот до этого источника были лечебными. Ага. Но странный газ из-под земли отравил его. Сянджину бы пару травок раздобыть, и он сделает противоядие. Хорошо. А можешь? Конечно. Выполняем все. Изучаем все. Найдите лозу очищения, 7 изгнаний, вернитесь к источнику. Ух ты. Тут грозовой ящер посерьезнее будут враги. Хорошо. Плюс. Что нужно? Надо, наверное, сделать еще Borrow. Жалко, что свитка у меня не осталась прошлой части. О! О! Группируется зелья. Хорошо. Хм. Такого Владарина же точно ничего не будет. Хорошо. и предмет крестовый хорошо делаем улучшение делаем улучшение хендер мне очень-то не дают улучшение главного здания сила и честь взяли я даже проверять вот такие хорошо буду потому что здесь могут быть убежали отбиваться странно но они действуют не так как в оригинальной компании а ладно отобьёмся давайте не будем отвлекаться красиво рифлой так умирает видео следование завершено жесток игра сила и часть я так и не взял венец благородства делаем улучшение есть грабеж можно сделать тоже пригодится хорошо беру венец благородства и отправляемся выполнять дополнительный квест на угроб наверх делаю улучшение чему хочешь дома вождей ты венец за венец слова геннол все в порядке все все контролируем ситуации спасибо не переживаю все хорошо с вашей помощью и вообще ничего не пропущу ни один ящик хорошо какие-то битые очень мне бы свиток дети здоровый какой да звуки те же самые что мне предлагают делать грантов обычно судя по апгрейдом которые на получение который есть это основной мой юнит будет на эту миссию особо не тороплюсь но да он книга и на росте часть так и нужно будет освободить все-таки один слот сила и часть после того как мы очистим источник сможем на халяву подлечиться для этого не завершено поэтому квест задание довольно полезно полезно опять 25 делать я сразу волков начну делать какой же я нумбас твоя жизнь как так да не доконтролил думал боров выстоит а он не выстоял квест по источнику пока не сдали все равно загадя отправляют туда грантов грантов чего прикажешь так ну что катапуль то точно пригодятся так далее квест сейчас по идее должна быть перебивка да а вы вернулись то что вы нашли мне отлично подойдет и превращаем оскверненный источник в источник жизни я надеюсь синенький синенький жда теперь наши воины снова могут лечиться вот теперь за труд и мелочь конечно ну хоть что-то какой-то в этих идолах целитель жил ворвела они тебе точно пригодятся 2 процента восстановления здоровья на протяжении там 30 секунд кажется работает он не помню точно чем могу кажется 30 до 30 секунд 3 заряда 2 процента все правильно припел ворды прям мух нужно построить землянку с удовольствием землянку разбираемся тут с рабочими и пойдем уже на альянс потому что опа стопа сделано похоже на лавку чем могу помочь да вы просто тролль который присоединится скорее всего куда пойдем я понимаю что ты хижина наша но вдруг там корона королей какая-нибудь приказывай катапульт у нас д потому что дима лишь как же мне пройти нас дождите здесь есть еще кто-то работа сделала я завершена катапульта пригодятся в любом случае там вышки я веду нас мало древесины да и шестрее будет просто с катапультами сносить приказывай так еще парочка троллей чем могу помочь глаза разбегается если честно столько новых эффектов звуков берем свиток защиты ну пойдем наверно штурмовать уже базу альянса а мне по сути ее нужно уничтожить нет по хорошему нужно сначала сделать разведочку посмотреть вдруг здесь что ценное есть но с какой стороны не подступлю подождите ты бестиарий можно было построить и спирит лодж можно было построить орх мак поразительная наглость все на что вы можете надеяться варвары это мучительная смех дерзкий какой пес да дерзкий орх мак посадил пусть умирает роль подвелась ну просто гольфман привет говорит доброе утро а какой у тебя часовой пояс если ты поставим варвар что нужно не зря ж там три заряда дали правильно такие крики это же и ополченцы они же так будут орать в мультиплеере тоже душераздирающий крик жестоко теперь мы можем там зверинца обучать неважно налетчиков эти юниты не требуются сейчас красноярск красноярск гольфман гольфмана и фоликс уссурийска алтарь горит это было сделать конечно пораньше еще катапульт дополнительно для темпа в целом все нормально так во всех случаях готово довольно просто но это ознакомительной миссии сарту а а будьте настороже битва еще не закончена садами явились ходячие рыбины Что? Что? Наша никчемная магия Больше нам не помешает Сухопот Быть униженными мурлоками Это как? Не, я в эту миссию не играл Говорят, что она была В допкомпании где-то там Еще Но Это неожиданный поворот Как бы у вас там база У вас там орда Лимит И неожиданно появляются мурлоки Глава 4 Плающие подземелья Трал оказался в подземном логове мурлоков В плену Без своих спутников Этого тоже не было Или было? Интересно Что нужно от нас Этим рыбоподобным созданием? Раньше мурлоки были мирными Но потом вдруг начали ловить наших И приносить их в жертву В жертву? Кому? Давным-давно они начали поклоняться Какой-то ведьме Говорят, она живет в океане А, было Если ей не приносить жертвы Она уничтожит остров Ну пусть знают Что орков так легко не запугать Пора Выбираться отсюда Как и панд Говорят А че ж ты не это самое Не скастанул сразу Как только Напали они Так, ладно Хорошо Трал должен выбраться на поверхность Звучит довольно просто Недостаточно места Давайте выкинем это зелье Замолот Рока Чего? Бзз Бой час пробил Плям сила Освобождаем Грунцеров Громка, вождь А здесь кольцо защиты плюс два Ооо, Банши Озвучка Банши Прям один в один Как будто ничего не поменялось Ну давайте Прожмем Зелье маны Спасаем Гранта В одной клетке оказались Два футмена и Грант И странно, что они не сражались Пока мы не подошли Может они договорились А потом там Трал приходит И Грант говорит Ну я не могу Не смогу это потом объяснить Давайте Типа вы на меня А давайте-ка я все-таки Поставлю индикаторы здоровья Всегда включены И попробую Хотя бы в рамках кампании Не жать на альт Как безумный Это мне рефлекс этот Спасибо Я уж думал Мне конец Голоса качественные Конечно Прекрасные Ну Чего прикажешь? Кого убить? Чувствуется Что вот Голос подсказ Ну в смысле Подсказок Он выделяется На фоне То есть Когда занимаются Актеры звучания Это одно Когда Привлекают Ну вот Чувствуется Разница Все-таки Оп Чуть Гранта Своего не убил Так Это кто Так Это кто такое? Летатель Слизи Как-то они Странно Прорисованы Мне кажется Что Вполне вероятно Что это Опять же Из Вова Да Много Из Варика В плане Моделек Персонажей Попало в Вов А потом Эволюционировало Учитывая то Что там Игра И популярнее Так Это футмены Ведут вперед Так Заходим Тут стенка на стенку Мурлоки На пехотинцев Мне в общем-то И та И та Икспа нужна Поэтому Этот Паласт Кичем По возможности Ну По возможности Реально Нет Так нет Давайте Поставим Еще один Вард Футмены Побеждают Да в конце концов Легкие фраги Для нас Крыски Свиток регенерации Да Это альянсовский Свиток регенерации Зелененький 225-45 секунд Выстанавливает здоровье О Блай Чет пока что Графика Не очень Говорит Что Хорошая Графика Рад Видеть тебя Блай Вроде лучше На скринах Казалось Они могли Скринчики Во-первых У меня не максималка Потому что У меня вылетела Вылетела игра На максималке Разок Мне кажется Блок питания Не тянет Такое было у меня В PUBG Но я не ожидал От Варкрафта Такой Такой нагрузки Так скажем Вот Поэтому сейчас Не максимальная Графика Бождь Я знал Что ты нас найдешь Так а здесь Не пройти Не не пройти Так Как отзыв Поставишь Лицевой анимации А я особо Не обращаю Внимания На эти детали Для меня Варкрафт Это все таки Такая Больше Про Какие то Общие образы Про Схемы Что ли То есть Ты в детали Не На них Не обращаешь Внимания Хотя стоит По крайней мере Пока проходишь Компанию Стоит Боевые когти Давайте яд Отрегеним Ну вот Регенерацию Сделаем Ай-яй-яй Ну конечно Очень непривычно По сравнению Со старым Вариком Слишком много Деталей Кажется Эти люди Достойно Сражались К сожалению Для них Этот бой Стал последним Но у нас Весьма Специфичный Вкус И поэтому Не стоит На нас Ориентироваться Слава богу Мы зон Мери Форш Да Музыка Вообще Не стоит Менять Она Прекрасна С озвучкой Пока Все Хорошо За Доларом Пофиксили И Отлично Ну Красиво Смотри Вот Такие Ящеры Инфернальные Здорово Так Чтобы взять Третий чайник И вторых волков Давай чайник Нам нужно Нам нужно освободить Еще пленников Всех Ну да Лава Такой стиль Сфера огня Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Так, каменные завалы можно уничтожать. Эй, давай тебе поставлю все-таки вард. Слишком все плохо по... По здоровью. Ну и заодно, видите, я здесь время трачу на то, чтобы подлечиться, погреться. У меня паранойя, я боюсь пропустить какой-нибудь артефакт ценный за завалами. Вполне вероятно, что уже пропустил. Так, впереди шаман, причем мастер. То есть у него будет и Bloodlast, жажда крови, и Lightning Shield. Хорошо, все-таки соленая есть. Игром такой... Класс. Я не буду пока вставить на автокаст ласт. А то он довольно быстро свою ману потратит. А, можно было его освободить вообще вот таким вот образом. Забраться в подземелье там через... Разобрав завалы. Блин, ну игра меня прям заставляет эти камни все рушить. Да. Я, пожалуй, оставлю их. Буду обращать внимание на тех... На те камни, которые преграждают путь к чему-то. Впереди светок маны. Наблюдаем. Вполне здесь может быть предмет. Это же посерьезнее, голем. Форсайта нет, чтобы проверить. Да. Чего пригажешь? Ну? Пойдем. Ну, я чую... Нет? Чуйка подвела. Потом не разрушу какие-то камни. Пропущу что-то. Недостаточно места. Так, а чего можно избавиться? Коктей плюс шесть хорошо. Светокосцеление рановато. Бутылки рановаты. Арбуз жалко на самом деле. Ну, ладно. Просто пропей их как гамма. Анимация. Вы видели? Голем появился из камней. Это была ловушка. Проходим вперед. О! Неделя в маны. Тут вроде проход есть. Тут можно было завалы разбить. Может у нас и получится выбраться. Да, игра постепенно... Попробуй пробиться через эти завалы. Постепенно знакомит нас с возможностью. Но я возвращаться за маны, естественно, не буду. К нам присоединяются еще два хаткантра. Приказывай. Да. Да, вождь. Похоже на западню. Бз... 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 Ладлас не кастуем. Мне кажется, будет финал как какая-нибудь. И я уже там раз это самое... Чем могу помочь? раз блин что за слово хотел сказать 1 до скошелюсь расщедрюсь а пока просто не требуется можно целенаправленного на трал например закинуть здоровый такой и все пошел сплэш так что у нас есть проходочка наверх похоже на тупик чем могу помочь вот тут здоровый гнол золотоискатель красив и золото рядышком все сходится чем могу помочь поехали теряем гранта он рычать оказывается умеет но удар не держит так капюшон изворотливость видимо этот капюшон хитрости до ловкость интеллекта это лично место свиток исцеления не нужен до бутылки тебя особо не нужны это капюшон хитрости 44 да вождь да да вождь так скелет лучник приказывай у них тоже есть как видите лицевая анимация чем могу помочь но этой же миссии в компании не было да мы же не проходили земля называй но не было три часа ночи михаил стримит в орган как reforgen вышел наконец-то приказывай вот играем компанию я думаю что за сегодня компанию не пройду завтра рабочий день вот мы немножко поиграем чем могу помочь потому что я не понял а что это перепусти сделано а ну-ка да 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 рифлы совсем по звукам не не похоже как раньше умирают это придется формировать новые привычки профессиональным игрокам потому что звук который вот происходит какое-нибудь сражение да вы там стенка на стенку даже в рамках и нет ну на лимите 50 то за каждым юнита можно следить но тем не менее если лимиты большие точнее такие более многочисленные да то можно что-то не заметить а звуки те постоянно дают легко о том что где-то кто-то конкретный умер да нет спасли гранта правда верхнему не подлечили ну ладно зато спасли фолиант знаний фолиант интеллект и фолиант ловкость мне показалось или книги стали ярче они стали ярче а ничего себе и плюс 2 ко всему причем перманентно пофиг на работа гордина начнем до нас завтра собеседование с разработчиком уже не рады потом еще репчатся вечером но вечером то ладно ладно гулять то гулять все блат лаза я не отключил лучше амана поэтому идем вперед нет я в эту миссию когда проходил недавно кампанию не играл вождь ходячие рыбы куда-то увели сенджена я пытался помешать но их было слишком много они говорили что принесут его жертву своей ведьме тогда не лучше р ages кYear камбаю дурничка а получили ограниченных сумас нет ты ответишь за это в мире все обсудите вот гата врываемся готовы такой слайдный щел сделать хозяин а давай на меня уже поехали приказывай и они так работаем и врывается с хаос атакой гады ману к сожалению все трачу крипл есть а анимация крипла классная сразу видно что это крипл давай сколько нет 900 кп это герой на герой скатака у него по крайней мере я готов танковать ух ты себе там колдует ладно справимся папочки взяла и ну что видение показали мне что ты увидишь мой народ с этого острова жалко даст и ну тебя мало времени юный вождь идите собирай свой народ и иди с нами мне уже поздно куда-то такой простой трал стоит собирай народ и иди с нами кто пойдет за мной очень рискуют путь предстоит нелегкий но мы примем к себе всех желающих да брось тут скоро все равно никого в живых не останется мы с вами лицевая анимация прям прям по речи которая произносится молитесь своим богам сухопутные море принесет вам погибель откуда этот голос не знаю но у нас мало времени пещеры вот-вот обрушится так мурлоки посходили с ума из-за наги понятно ну хорошо глава 5 наперегонки со временем тралла его спутника выбрались из подземного логового и поднялись на поверхность навстречу свету сухопутные вы убили моих слуг и осквернили мое святилище теперь вы сгинете под толщей вод не будет больше шерф ведьма возвращайся на дно морское там тебе место похоже ты сделал свой выбор наслаждайся свежим воздухом пока еще можешь наш лагерь наконец-то бождь пока тебя не было здесь пробудился вулкан весь остров начал тонуть сколько займет ремонт кораблей мы уже почти закончили поспешите скоро у нас будут гости защищайте корабли любой ценой что это вы этого тоже не было у вулкан продержаться 20 минут чувствую челленджем пахнет так там давайте разверточку посмотрим так есть в d сразу же в d пожалуйста гриц на атаку шестерка Caesar пппп спорта остальные в твоем лагере так лагере спасите больше троллей что подполнить армию на летчик раз в этом спасите сказали стало быть все не так просто скорее всего но я пошлю одного рейдера сюда так у нас мало времени хорошо как направо у вас есть на чем покидать остров да мы как раз нам делаем и стреляющий удел остров уходит под воду мы с тобой дружище нужно больше троллей там задач делаю апгрейд еще есть проблемы сбору потому что такая здесь что у нас такое а тут ноги а здесь глаза как раз-то многовато их их все-таки многовато давайте соберемся более надо сделать апгрейд да сейчас силами соберемся и фонтан есть это важный момент отманируем часть армии регенерация на троллей будет сделать но мне не хватает иконки я просто не узнаю людей так-так-так-так-так-так ставим логово еще одно чего это ворды взять не взять а одеть что такое из магазин тоже похоже на не надо пожалуйста они постоянно идут сделаем регенерацию на троллей возможно стоит даже поставить на троллей чего ты хочешь время уходит работа сделаем динго на нас напали на нашу базу напали чему хотим я слышу окей здесь рушим базу пока что чему это вроде нормально все больше вас не спасет вырываем одну базу письмо это единственное получается делаем апгрейд на докторов на обратном пути желательно захотите в магаз с здесь пока будем рабочих достраивать лес делать собирать помощь чем можно избавиться кольцо защиты плюс 2 телепорт есть интересно в продаже так защита свиток маны ладно свиток маны хорошо давай еще ой нет я так не смогу гоблин настоящий узнаваемый хороший отличный к сожалению нет апгрейда на берсеркеров троллей едем дальше еще одна база ух ты ё-моё у нас гран что нужно что здесь отступлю голем куда-то пошел чего ты хочешь пошел вард и по хорошему конечно надо было надо было сначала за вардами сбегать не успеем очевидно динамика отрицать всего в 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 да ладно он псих такой голем дикий просто дичь надо хижины убивать еще точка сбора поставить они постоянно из хижины выпрыгивают нужно организовать защиту какой-то на базе так долго сейчас буду это они лезут и лезут и лезут и лезут и лезут и конечно же нужно выходить из лимита делать 3 апгрейд на атаку у нас минута чтобы сделал оставлю на защиту так у нас тут уже пришел пришел герой так а у нас есть вообще бетон такой вопрос добавляем вышек чего прикажешь на авто починки ставим добываем лес уничтожаем здесь я так долго буду убивать она еще под фонтаном стоит хрен убьешь я так наверх сможем пройти хороший выбор окей я понял много ели жев�이 готово поступаем хороший выбор так золото добываем более-менее одного только не ну и конечно же здесь нужно воды просто для того чтобы дальше ай там не пройти да не может быть огромное 1200 съедает сразу 1 довольно быстро ушатывается добавим парочку вышек здесь чтобы отбиваться держаться точнее с разных сторон будет неужели с него ничего не упало здоровый ящер а толку нападали с этой стороны я думаю что надо возможно они мне не удастся всех убить потому что мне кажется в брод просто переходят у нак есть способность плавать и упала за деревом до перчатки скорость что не заметил ссоре на слепой логика есть а уже глаз мы сбегаем тралом покажем нам нужно еще время на ремонт да без проблем перчатки скорость не самый полезно так так ремонт будет завершён через 10 минут пока позачиваю карту и построить земля отомстим за зол джин сам конечно простая мисс будет сделано еще один тупик наверху можно взять хилварды но сейчас у него потребности почти нет учитывая количество добавлю бестярия для кодоя а будет и к той вообще еще один артефакт когти 6 можно место кольца защиты плюс 2 в конце концов тралл это не танк о пошли смотрите какие-то артефакты будет огонь горит сквозь темноту камень маны исцеляющий идол и и похоже что нам не будет проберемся вроде проход есть кольцо защиты плюс 4 а вот это уже ценнее вместо перчаток скорости беру колечко плюс 4 и пробуем да никаких кодоев оставшиеся средства сделаю ласт что талисман ускользания ты талисман of evasion 15 процентов будет вероятность увернуться от вражеской атаки так будем ли мы добавлять мне кажется что они больше не придут на базу то есть я скорее встречу их по пути святых исцеления вот вот-вот-вот пожалуйста будет они тут как раз ждут по скрипту когда она готов стояла рядом да 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 скоро океан поглотить скоро мы сейчас уничтожим уничтожим эти его холодные объятия много говорит слишком много говорит а Работать сделано! Работать сделано! Сделаю... Эрсквейк. Чтоб побыстрее снести защитное сооружение. Шесть минут осталось. Мне кажется, я не успею всех убить. Давайте рискнем. Отправим всю подкрепку, которая есть. За тралом. Потому что, мне кажется, темпа не хватит. Просто урона не хватит. Давай, на пофиг убивать уже строение. Вот, народ! Чего хочешь? Так... Если бы чуть раньше сделал Bloodlast... Ну, может и уложимся. Чуть больше пяти минут осталось, а карта вроде как и заканчивается. Но явно основная база в правом верхнем углу. Прямо... Сто процентов. Не буду тратить ману. Пригодится еще на Эрсквейке. Так справляемся. Добавляю шаманов. Тут же и выбор. Мы почти закончили вождь. Корабли скоро будут готовы. Да я и не успеваю. Пошел ласт. На заказы еще шаманов. Чтоб не толпились, просто пробегая вперед. Вижу, снова нагло нарезнулась. Там, видимо, база. Да, ваша погибель близка. И ваши смерти лишь начало. Скоро все сухопутные обретут покой на дне морском. Проходим, проходим. Здесь очень плохая позиция. У нас столько людей толпится просто. Мне нужно миновать перешейк. Просто миновать. Не добраться его до базы. Проходим, проходим, проходим. Делаем морфквейк. 3 минут 30 секунд. А вон и алтарь, из которой она выходит. За. За. Проходи сразу вперед. За. За. Нормально, уложились. интересно она успеет выйти поставим ее вар кажется не успевает она 6 уровня поэтому выходит где-то секунд через 50 чем могу помочь да видимо все равно придется подождать чем могу помочь приказывай понятненько чего здесь убили все тут это наши лагеря они нейтральные здесь вроде бы тупик да да там вода левый нижний угол за деревьями тут скорее колтера ская палатка левый верхний привет больше никого недостаточно маны ай ладно чем могу помочь ну ладно да вышел рефорж таки запозданием но вышел чего прикажешь скорее всего ближайшие несколько дней буду проходить компанию перепрохода пойдем палатки может что-то но мне туда не добраться к сожалению потому что здесь вода вокруг то вот здесь в теории могло быть мог быть брод катапульта могло сделать строить землянку в теории кажется можно свободу скрипты держать строй какой строй штук на карте никого уже нет вроде можно же пройти нутрал кстати идет как будто можно пройти но эта палатка все равно нейтральная здесь явно что-то есть приказывает черт недостаточно маны и не успею я расквейк на 150 маны с кастовая так чтобы он уничтожил эту палатку ну то есть уничтожил но ну мы типа еле-еле защищаем все плываю не верю не верю у нее лицевой анимации к себе знаю о чем именно говорила ведьма но уверен что наша судьба не связана с этим островом отправляемся в калимдор там наше будущее стой компания как-то изменена ну во первых сказали что сложнее стало потому что добавили уровни сложности ребаланс какой-то дополнительные миссии есть синематики подтянули по в общем давайте начнем компанию альянса то был пролог это просто знакомство с игрой о тоже синематик шикарный мне почему-то картинка ломается знать как будто ее отрендерили не при резких движениях там просто шашу шашу красиво согласно донесениям орки собирают войска серии атак на лагеря для пленных прямое тому подтверждение согласен орда мобилизуется это просто абсурд мы не будем сидеть и смотреть как орда собирает армию у наших границ орки сейчас должны волновать нас в последнюю очередь сколько раз мне еще повторить король таранис прислушайтесь к моим словам эпидемия чумы в северных землях может иметь ужасные последствия опять вы маги со своей паранойи хороший перевод рамка давайте по порядку даже если это чума действительно так опасно что вы предлагаете делать все очень просто как я уже говорил кирин тор готов объявить в ряде поселений строгий карантин будет никакого карантина пока вы не предъявите доказательства посол после всего что пережили лордеронцы они не будут пленниками в своих домах они есть пленники король они и есть пленники король ой там глубже по голос все это значит кто ты такой человечество в опасности силы тьмы возвращаются и весь мир стоит на пороге страшной войны мне прошло голоса больше нравилось такой глубокий я не знаю кто ты и во что ты веришь но сейчас не время для пустых пророчеств пусть нам грозит война но только нам решать как защитить наш я вообще с переводом отлично тебе а теперь максимально близко к кириналу дорого заплатила за мою прошлую ошибку если вы не верите мне я найду того кто поверит я сделал все что мог они сами избрали свой судьбу класс хорошо 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 глава 1 оборона стран брада недавнее восстание орков южном лордероне вынудило верховное командование альянса принять решительные меры король тренос приказал двум знаменитым паладином утру светоносному и своему отцу принцу артасу и своему сыну отцу я думал за моего отца своему сыну конечно же принцу артасу покончить с орками раз и навсегда человечество в опасности ох знакомьтесь ребята артас ну добро пожаловать принц артас ваше присутствие большая честь для всех нас не нужно формальности утром я еще не король рад тебя видеть я тоже мой мальчик хорошо что король прислал тебя мне на помощь отец не теряет надежды что с тобой я наберусь терпения и опыта всякий отец имеет право мечтать ха 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 ладно перейдем к делу разведчики сообщают что где-то за теми холмами расположен лагерь орков так я и думал это еще не все неподалеку находится город стран брат орки собираются напасть на него и насколько мне известно город совершенно беззащитен я должен немедленно отправиться к лагерю орков ты можешь взять на себя защиту стран брата конечно утр за меня не беспокойся хорошо когда город будет в безопасности приходи к лагерю орков и будь осторожен да непривычная озвучка артаса но дайте шанс на самом деле артас самое главное в озвучке артаса это его изменение по мере ну развитие персонажа как как его души начинает постепенно но не смеет придавать свет где враг хороший план пока что он какой то такой конечно неяркий неяркий то есть такой голос у него гулкий он довольно мрачный никто не смеет придавать свет вот я служу свету но все впереди поздно просить пощады может быть может быть ощути мой гнев поздно просить пощады пока нет разумеется не ощущаю хороший план правосудие свершится правосудие настигло тебя за честь и отвагу блин на девочку похоже свет благословляет меня андердарк лмг ортаса больше не щегольского даю счастья что он недавно был в одежде работника строил 33 радуши подряд теперь вроде как паладин но который до этого отпахал на стройке у него жена дети ипотека тяжелый голос да тяжелый голос он вроде как спокойный за честь и отвагу хороший план хороший план разумеется приветствую здрасте пермар джерад хороший план разумеется хороший план приветствую вас милорд здрасте 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 за моего отца у артаса в оригинале яркий голос правосудие свершится приветствую вас он наивный такой прям весь светится за моего отца он высокий такой звонкий разумеется конечно посмотрим дадим этому артасу шанс конечно хороший план кто мы мы будем драться кто там к оружию ой молодцы свершится разумеется решительные футмены хороший план хорошо помогите что вы моя последняя надежда гнолы утащили в лес моего крошку тимми умоляю спасите его верю 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 разумеется спасаемся хороший план за честь и отвагу ну вы помните тяжелую историю тимми есть господин конечно да да бадаланда бет взрывается конечно можно потыкать и взорваться болит отпустите меня отсюда я хочу домой свет благословляет меня появился спасибо примите это в знак моей благодарности кольцо защиты плевок правосудие свершится плюс один свет благословляет плюс один никто не смеет предавать свет за честь и отвагу ну как так хороший план недостойное создание где враг разумеется никто не смеет предавать свет конечно помню как выглядел раньше пацан очень хорошо переделали ну конечно от пацана в нем было полигонов десять в прошлом пацане конечно просто вот такое треугольное лицо натянутая текстура за честь и отвагу все остальное на конечности потрачено было за честь и отвагу разумеется хороший план разумеется конечно разумеется из-за этого пацана скорее всего конечно хороший план хотя за честь и отвагу по скрипту все спасите нас выбирайте все ребята все что у них есть ценного наивные что же вы полезны то разбойник 5 уровня между прочим я помогу способности нет никаких нормальных за моего отца какой квест и наград за честь и отвагу за сыну могла дать по цене что-то конечно зелья какие-нибудь конечно я служу свету нас грабят помогите уверен у этих тоже найдется чем поживиться наивный бандиты украли мою учетную книгу он неуязвимый я не могу вести хозяйство она у них в лагере прошу вас верните ее разумеется убежали за бандитами в лагерь за честь и отвагу конечно хорошее высочество одно ваше слово за честь и отвагу ману заканчивается хороший план я служу свету а мне при этом нужно с бандитами сейчас быстро поражаться судья свершится за честь и отвагу помолись перед смертью я я мое вообще не читается исполнен да да конечно будет исполнено я служу свету мы справляемся просто книга защиты помните какой эффект в оригинальном в аркаде такой там сразу беленький яркий и как только протекшен прожимаешь сразу все понимают свершится но здесь постромнее ну правда в более больше в стиле там скажем так же и рык не совсем яркий просто ты правильно чтобы в глаза не лезли определенные поздно просить пощаду хороший план мы сдадим с вами учетную книгу где враг я беспокоюсь относительно здоровья за честь и отвагу вот артас будет и должен меняться дойдет до фростморна да нет 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 это уже будет там уже будет совсем все плохо по пути он уже по пути начнет в речи допускать разные фразы и должна меняться интонация конечно спасибо вам за помощь обращаюсь книжку дал нам то ли силу то есть здоровье но ваша слава свет благословляет меня разумеется ай за честь и отвагать орки уже напали оружие нелегко нелегко ну мы не спидраним задачи такой нет понятно что здесь можно вообще ничего не искать пробегать дальше с диваном всех убивать где враг где враг я служу свет ощути я проверил что еще здесь находится разумеется в стороне варкафт прожимали свиток давали понять что просто так слил 150 гол сейчас эффект такой за честь и отвагу не совсем понял но за честь и отвагу когда прожимали только давали понять что просто так слил за честь и отвагу почему светок протекшена на хорошем лимите это правильная вещь за честь и отвагу он бегает на смотришь хороший план конечно поздно просить пощады блин это кипсик коцаны ё-моё правосудие свершится никто не смеет предавать свет правосудие свершится экспо мне все равно больше не дают разумеется за честь и отвагу и вот он отсмотрщик хаоснайт кстати в дотке именно с этой модельки появился хаоснайт я кстати не знаю он есть или или нет я помогу хороший план так сейчас быстренько пробежимся посмотрим что по ящикам ну мне кажется с таким количеством футменов даже одним артасом мы должны справиться с этим упырем у него средний тип защиты это значит что мы будем по нему пробивать с бонусом задача убить его да ну смотришь и охрану разумеется и охрану хороший план и достаточного так точно где враг приказывайте свет благословляет одно ваше слово разумеется нажимаем хил до указаний жалко футменов свершится и не потеряю внизу футы говорят еще да можно было сюда зайти за футменами действительно снова снова ай слава зачастую идет но мирных уже увели нет да хранит вас свет принц артас это с другой стороны но что будет с теми кого взяли в плен не беспокойся мы спасем их они вернутся домой целыми и невредимы принц артас лорд утр ждет вас у лагеря орков он говорит это срочно да уж с вами не соскучишься вперед пока что артас безликий вообще просто безликий не знаю не знаю как так ну что ластец комиссии наверное глава 2 черная гора черная гора проблем 20 минут спустя в лагере утро неподалеку от поселения черного от поселения клана черной горы а вот и ты я отправил двух своих лучших рыцарей на переговоры с главарем орков они вот-вот должны вернуться джаянка же появится сейчас ой и не забывай артас мы паладины мы не можем следовать одной лишь мести позволив жажде крови затмить наш разум мы станем такими же как орки ты прав а теперь если ты готов я хочу чтобы ты возглавил атаку я ну хорошо а я останусь здесь на случай если орки нападут на наш лагерь я не подведу тебя я знаю мой мальчик такое впечатление что артаса записывали в разных местах то громко то тихо фразы вырваны из контекста по интонации свет благословляет правосудие так ладно ладно терпим утр десятого уровня такой прям паладин свет благословляет построить казармы две фермы обучите пехотинцев я готов я готов правосудие свершится строим рабочих пока что чего пошел служу свету барака я готов правосудие свершится я служу свету разумеется за моего отца озвучка артаса как как в игре моей мамы где она в 3 в линию собирают слушаю смело служу свет нет опять же все впереди друзья все впереди посмотрим я готов чего где враг я служу свету где враг хороший план так 6 пехотинцев в общей сложности нужно обучить я помогу утро защищает где враг свет благословляет рабочие тоже не очень озвучен я почему-то напомню как твольку из банер саги рабочие очень похоже на то что было в оригинале манера лужу свету манера очень похоже разумеется самая пока у него футменов нет где враг я пойду артасом под диваном гнолова ушатывал я помню здесь же мы с вами лес вырубали помните где-то да вот здесь от леса не помню ради чего кажется без толку там был какой-то артефакт но он не представлял такой ценности вашего судья свершится я служу все сделано я помогу остался застроить футовом свету за честь это базовая задача потом надо будет конечно пойти куда-то в атаку чью-то базовую шатать можно попробовать еще уж правосудия сверши усовершенствовать конечно ресурсы есть атаки точно будут я служу свету пойти враг по вышке я служу свету где враг сделан совесть другой славляет правосудие свершится мурлоки здесь наверное их лагерь где-то неподалеку вот отсюда сюда можно забраться и по врубать ой кажется они убрали елки благословляет здесь было их больше прям на проходе совету дел сделано хотя может разведки не хватает пока посмотрим тогда делаю пока еще я помогу правосудие свершится улучшение завершено и еще одна ложка уже свету где враг улучшение я служу свету правосудие свершится боевые кокс плюс 3 я по докторам постою армор есть я надеюсь мне еще полечит я служу свету я смогу здесь елок стало меньше может большие не нет смотрите блайд медленно с небес и этот жалкий мир сгорит в огне красивый дар говорят чернокнижники из клана черной горы да эту песню я уже слышал вас орков ничто не учит на был призрак проклятие что задумали эти дикари жертва приносит близится час погибели пусть эта жертва смягчит гнев наших повелителей безумные твари вам не уйти перебейте он как уничтожить их всех да ну хорошо давайте убьем мастера клинка друзья давайте потихонечку заканчивать то что почти часа утра и в общем то я помогу свет благословляет понятно начало положено завтра продолжим я не знаю во сколько правда может быть даже с утрица или днем посмотрим я не очень просто хочу сейчас торопиться и даже грешным делом думал пробежать этого благословит это вполне реально но тут еще квест на дракона же я служу свету я помогу здравствуй добрый человек здравствуй поохотиться с нами давай и какую дичь ищут дворфы в этих лесах мы охотимся на черных драконов говорят что их кровь наделяют оружие силы огня пожалуй огненный клинок мне не помешает дракона которого мы ищем зовут к венок с вашей помощью он точно от нас не уйдет правосудие соединяются к нам стрелки это очень хорошо я помогу так то и дракон не узел нет благословляет о дай мне цель я озвучка рифлов где он свет благословляет где я помогу снова атака давайте починим я помогу вышку где враг топлин я могу не успеть на вышку я в прошлый раз был футмен судья сверши и он нормально отдавал надо поставить под каждого из под утро короче поставить футмена или рифла здесь будет дракон артис получает уровень довольно просто давайте отнесем его сердце дворфом давайте правосудие свершится так ну и пройдем проверим как раз что там на максимальном уровне сложности возможно как-то специально усложним себе нет наверное первый раз не стоит усложнять челленджами всяким чтобы не застревать на там четыре часа на одной миссии свет благословляет как в прошлые разы дракон реально поменьше здесь чем в оригинале заметно меньше измельчали нужно больше я помогу сейчас я перекую ваше оружие теперь она будет разить врага огнем где враг арба ну тоже самое нет благословляет меня сфера огня правосудия свершится я помогу где враг правосудия свершится я думаю что я помню нужно больше ферма слушаю смело права и свершится на мост где враг что прикажешь мимо этих я в пожалуй проскочу анимация арбы классная такая заметная а то сейчас в оригинале очень сложно увидеть то есть навсегда сразу замечаешь у какого героя арба но хотя на детстве в нормальных кладбан ладерных катках понятное дело что он там аэма какого-нибудь серьезно мы никаким макаром свет благословляет меня ладмастер шестого уровня аж аутро будет меня лечить спасибо я уж думал что будет масса блэйстом блэйд мастер я помогу прием того у которого маны меньше что логично дает значит он поражал в мир ремейдж потом вернуло да спать хочется ты справился мой мальчик спасибо достойная победа не знаю удар арки приносили пленников жертву похоже они пытались призвать демонов орки цепляются за старые традиции но мы победили их демонов давно его подлечили пора возвращаться домой у нас был тяжелый день мне нравится как они ходят так неспешно красиво блэк мастер тоже подходит рука одна вперед с клинком до заставки тоже красиво на эльфийской самое классное ох я чувствую в ладр вернусь хочу за привычку взять там не знаю день-два в неделю стабильно катать ладр минимум еще есть идея позаписывать актуальные гайдики только не как раньше текстом а короткие выпуски сделать с видосиками потому что чувствую сейчас потянутся товарищи которые давно не играли варик и есть еще идея с демочками будем разбирать демки которые пользователи будут присылать короче будет много варкрафта ух увидимся с вами завтра я не знаю если честно во сколько ну скорее всего днем скорее всего днем запустить там джайна будет начали ну ладно давайте на джайна посмотрим на ночь на ночь глядя посмотреть на джайну это святое разговор с наставником две недели спустя памяти стовых садах доллара на у ты должен быть умнее чем король близится конец света я же сказал что не желаю слушать эту чушь значит я попусту трачу время можешь больше не прятаться джайна он улетел здравствуй простите учитель я услышал ваши разговоры я и рассчитывал на твое любопытство дитя этот безумец убежден в том что наступает конец света ходят слухи что в северных землях свирепствует чума вы правда думаете что это болезнь порождение магии это весьма вероятно вот почему ты должна отправиться туда и найти источник эпидемии я договорился о том что тебя будет сопровождать один человек хорошо учите я сделаю все что смогу не сомневаюсь дитя мое они переделал добрый путь отвалилась рука уголе мыслил говорят тут из вова очень много вещей внешние виды там модельки озвучка глава 3 пришествие чумы тремя днями позже артас и его солдаты ждали послание давать ладно один момент вот встреча артаса и джай анки помните как они там тепло друг друга встречали посмотрим растает ли наш всадник из льда принц артас мы ждем уже несколько часов вы уверены что ваша знакомая все таки придет уверен джайна всегда немного опаздывает мы должны помочь ей уберите оружие капитан она может постоять за себя господа позвольте представить вам джайну правду воспитанницу кирин тора и самую талантливую волшебницу в наших землях так похоже ты не потеряла свои хватки рад тебя видеть джейна и я рада артас что у него за манера такая разговаривать кажется насколько нам известно чума пришла с севера дженка очаровательная мы должны осмотреть все поселения вдоль королевского тракта молодец умница умница кажется нам надо посмотреть все поселения артас 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 смотри у меня я буду следить за тобой посмотрим как ты дальше себя проявишь пока что так себе ладно друзья это самое начало дальше будет интереснее да и вообще это компания в конце концов вот все спокойной ночи я пойду отдыхать увидимся с вами завтра пока тут это в в в в в в в Продолжение следует...